Крымский нацпарк уменьшится на югу Крымский нацпарк уменьшится на югу Пятая часть самого крупного заповедника на полуострове может быть застроена 1. Коммерсант от 18 июня 2019 года, 21-24 Крымские экологи считают губительным для природы полуострова проект реорганизации Крымского природного заповедника в национальный парк По их мнению, проект, подготовленный по заказу новой администрации заповедника В 2018 году объект перешел в ведение управ делами президента РФ Может привести к застройке 20% его территории Из 35 тысяч гектаров заповедных лесов более 14 тысяч предлагают выделить подхозяйственную и рекреационную зоны На территории заповедника планируют построить визит центры, гостиницы, автомобильные дороги, чтобы проводить корпоративные мероприятия и экскурсии Ученые обратились к президенту и премьеру РФ с просьбой не допустить реализации проекта создания национального парка Крымский в границах Крымского природного заповедника Согласно проекту реорганизации Крымского природного заповедника в национальный парк Есть в распоряжении твердый знак Предлагается построить 9 визит центров, 4 гостиничных комплекса для посетителей Увеличить объемы заготовки сена, рубки леса, сборы лекарственных трав, грибов, выращивание сельхозпродукции, охоты В предлагаемой рекреационной зоне планируется оборудование многочисленных дополнительных труб для обеспечения массового туризма, палаточных городков, дорог для джипинга и квадроциклов Предполагается создать в заповеднике 35 пешеходных и 9 автомобильных маршрутов На территории нацпарка планируется организовать инфраструктуру для 45 видов туризма, в том числе йога-туров, событийных корпоративных туров, приключенческого туризма, любительской рыбалки, проведения фестивалей и праздников Заповедник был создан в 1920-е годы на юге полуострова и сегодня занимает около 35 тысяч гектаров В нем сосредоточено 133 вида растений и 88 видов животных, внесенных в Красную книгу Республики Крым, 39 видов растений и 58 видов животных, занесенных в Красную книгу России, 96 видов растений и 46 видов животных, занесенных в международные охранные списки Заповедник является водосборной территорией рек южного и северного склонов Крымских гор и имеет важнейшее значение для обеспечения полуострова пресной водой В 2018 году заповедник был передан в ведение управделами президента РФ Его новая администрация предложила создать национальный парк По словам профессора кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергея Иванова, является членом научно-технического совета заповедника Сейчас хозяйственная деятельность разрешена примерно на 2% территории заповедника В свою очередь, проект зонирования национального парка Крымский предполагает увеличение площадей хозяйственной зоны до 20% Под нее планируют выделить 6809 га Еще 20% 7292 га Заповедных лесов предлагают выделить под рекреацию По словам Сергея Иванова, администрация заповедника объяснила, что таким образом планирует зарабатывать деньги, чтобы бороться с браконьерством в нем Но зарабатывать же тоже надо как-то так, чтобы природа не пострадала Возмущается господин Иванов, у нас получается, что 20% территории, после получения статуса хозяйственной, теряет статус заповедный Статус еще 20% рекреационной зоны значительно снижается По его словам, реализация проекта полностью разрушит или нанесет существенный урон значительной части охраняемых экосистем и природных комплексов заповедника Почему крымская сосна перестала считаться краснокнижным растением в Крыму? В конце мая более 70 ученых-экологов, представителей природоохранных организаций и общественников обратились к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и в Минприроды РФ Они попросили вмешаться в ситуацию и не допустить реализации проекта создания национального парка Крымский в границах Крымского природного заповедника, одобренного администрацией заповедника Расширение хозяйственной и рекреационной зоны 40% территории заповедника они назвали губительным для природы Крыма, необоснованным и противоречащим законодательству РФ Член правления Ассоциации экологии Мир Андреяртов считает, что нацпарк можно сделать на более крупной территории Заповедник может быть его ядром, а рекреацию можно развивать вообт вокруг него Если утвердить хозяйственную зону в 7000 гектаров, то это может привести к застройке заповедника Нынешний проект абсолютно необоснованный Судя по всему, руководство заповедника плохо себе представляет его смысл, что там редкие виды животных и растений, что там образуются водные ресурсы, сказал твердый знак Андреяртов Начальник территориального управления делами президента в Республике Крым Олег Подалько сказал твердый знак, что застраивать крымский природный заповедник коттеджами, разрешать там охоту и автомобильные экскурсии никто не будет Преобразование заповедника в национальный парк крымский происходит не по чьей-то прихоти, а согласно постановлению правительства РФ Это, преобразование заповедника в нацпарк, твердый знак, как раз для того, чтобы исключить все недостатки и негативные моменты, которые существовали ранее И обеспечить сохранность всей той удивительной, прекрасной и богатой природы На протяжении последних пяти лет управления делами президента Российской Федерации в Республике Крым это делает, пояснил господин Подалько По его словам, ситуацию кто-то искусственно накаляет Он отметил, что пока заповедник в нацпарк не преобразован, а существует лишь проект, который еще должен будет пройти все соответствующие экспертизы И на различных этапах обсуждения в него будут вноситься необходимые коррективы В Минприроды твердый знак заявили, что после проведения зонирования обустройства и развития инфраструктуры будет допускаться только в определенных местах Безусловно, на территории заповедной зоны и зоны особой охраны любое строительство запрещено Поэтому один из немаловажных вопросов на сегодняшний день, какой процент территории будет выделен под заповедную и особо охраняемую зону при функциональном зонировании Поскольку это бывший заповедник, скорее всего, доля этих зон в составе национального парка будет значительной А это гарантия того, что природные объекты и экосистемы не пострадают В ведомстве обратили внимание, что создание условий для привлечения посетителей – это предусмотренное законодательством задачи национального парка При этом речи о строительстве коттеджей или каких-то иных личных построек быть не может, так как на территории нацпарка это запрещено, добавили в Минприроды Вадим Никифоров, Симферополь, Анна Васильева